Всем привет! С вами снова с Т570 и сегодня ваше внимание предоставляется распаковка очередного выпуска журнала телескопа смотри на звезды Galileo 200 за номером 13. Давайте приступать. Так, они у нас обычно снизу открываются, да? Здесь шов находится. Самая здесь тонкая пленочка такая. Ладно, об этом чуть попозже. Давайте посмотрим. У нас окуляр 6-миллиметровый, но это мы, как говорится, без сопливых знаем. Ну, тут у нас галактики, галактики, опять галактики, галактиками погоняй. Ну, как всегда, это надо читать. Календарь наблюдений. Не знаю, кому-то будет интересен календарь. Посмотрите. Так, теперь. Вы знаете, что я недавно заметил? То есть, как и давно довольно заметил, но все забывал сказать. Вот здесь, видите, труба, она типа целая, однородная и тому подобное. Даже сомневаюсь, что нам в журнале дадут такую длинную хреновину. А вот здесь, если посмотрите, она стоит из трех частей. Даже если кому-то не видно, как бы поближе. Видите, разделено. Так что, возможно, даже невозможно сказать всего, это вот собираться нас из трех частей. И вот самое интересное. В следующем выпуске мы получим еще один окуляр. На кой хрен нам два окуляра подряд? Дайте нам собрать трубу, блин. Дайте нам переднюю линзу, объектив. Глупый какой-то журнал, просто не знаю. Плюс окуляр. Ну, знаете, я бы сказал, просто не люблю матюгаться, да и по интернету теперь уже нельзя матюгаться. Ну, как вот это вот кое-что, знаете, не раздавить бы, блин, а? Они еще меньше ее не могли сделать. При том же, с этим нам дается вот такой футляр, который, может, ядерную зиму переживет защитный. На окулярах сравните. Найдите, как говорится, 10 отличий. И при том же, здесь у нас, видите, затемнено внутри, чтобы не было бликов. Ну, плюс здесь еще резьба есть, чтобы можно, либо мы бы накручивать различные фильтры. Плюс есть вот это обрамление для прижимания к лицу, ну, глазу, можно сказать, чтобы лучше было. И что мы видим здесь? Здесь это, я даже не знаю, что это. По-моему, металл все-таки. Знаете, типа какого-то анодированного алюминия. Хотя, знаете, на общем, больше на пластмасс похоже. Плюс никакого футляра. То есть в чем хранить это, я не знаю. В пакетике держать, наверное, в каком-нибудь. Плюс нету ни такого. Ну, ладно, вот это ладно, оно не на всех идет. Ух ты. Я только сейчас заметил, рваться начало. Интересненько. Какой перепой-то начало рваться. Вот похвалишь, оказывается фигня. Ладно, заклеим, не будет рваться. Ну, почему изнутри не затемнено? Конечно, тут не зеркало, как вот эта вот поверхность зеркальная. Но все равно могут быть блики. Плюс он нестандартного размера. Он именно, как, знаете, такие детские телескопики, там по полторы тысячи, блин. Халтура, халтура, халтура. Вот вставляете и смотрите. Вот так вот у нас получается, да. Вынули, вставили. Как вы знаете, болтов никаких нету, так что соединить это невозможно. Да. То есть нельзя будет такие вот вставить. Не, ну можно, конечно, эта вот штука, она должна, по-моему, выкручиться металлической, я где-то в интернете видел. Сделать какой-нибудь переходничок, туда вставлять, но оно надо заморачиваться так. Да. Вот такой вот 6-миллиметровый. В следующем выпуске мы получим еще 20-миллиметровый. Тоже такой же, как можете заметить. Ни футляров, ничего. Нам не дается ничего с ним. Ой-ой-ой. Опять стоят отрицательные линзы, но они и должны стоять. Вкусное расстояние увеличить и тому подобное. Короче говоря, вот так вот. Вот такой вот у нас меганаборчик, блин. Ну ладно. Вот этот у меня наборчик, знаете, начинает разочаровывать все более и более. Все больше и больше. Какой-то слишком он, конечно... Даже не знаю. Слишком бюджетный, слишком дешевый. Слишком какой-то, знаете, даже не столько бюджетный, дешевый, сколько такой детский. Единственное, что в этом наборе меня все время впечатлило, это отвертка и набор именно болтов под гексагонал, под шестигранник в такой баночке. И это, по сравнению с пластмассовыми из того телескопа, конечно, смотрелось очень так дорого и классно. Но сейчас же это смотрится очень дешево и паленое. Единственное, здесь хорошо скошенные шестерни, более надежные. И шаг ощущается более лучше. Остальное, конечно, все это... Хотя, не знаю, может быть, через него будет удобно смотреть. Все-таки на звезды. Ладно. Вот такое вот немного, скажем так, злобное мнение. Ну, в целом, мне все устраивает. Ну, конечно же, хотелось бы что-нибудь прокачественнее. Ну, вот так. На этом все, ребята. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что, всем счастливым, пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.